Лучшие зеленостроители Брещины украсили и Логишин к Дожинкам. Царство цвета, фантазии, буйство ярких красок и как минимум 50 оттенков зеленого. В поселке городского типа завершился областной конкурс ландшафтных композиций. Наши корреспонденты побывали на этом мероприятии, чтобы убедиться, что у цветов не бывает будни. Они всегда одеты празднично. В этом году Логишин определен столицей областного фестиваля ярмарки и тружеников села Дожинки. Праздник урожая состоится уже очень скоро – 4 сентября. А накануне центральную часть агрогородка, где будут проходить основные мероприятия и торжества, украсили оригинальные композиции из цветов. Их 19. Именно столько предприятий жилищно-коммунального хозяйства Брещины поучаствовали в традиционном конкурсе цветоводов и ландшафтных дизайнеров. Впечатления, конечно, от их произведений радостные, позитивные. Мы не избалованы такими показательными клумбами. Это очень радостно. И, в общем, Логишин очень сильно повезло в том, что выпала честь принимать Дожинки. И вот в связи с Дожинками такой конкурс проводится именно здесь. Вся эта движуха уйдет, а красота останется еще надолго. На будущее, я думаю, что ведь эту красоту нужно будет поддерживать. Поэтому где-то какие-то элементы, которые здесь останутся, нужно их будет обыгрывать как-то по-новому. А идеи, я думаю, мы тоже где-то себе применим. Над созданием клумб трудились десятки лучших озеленителей из всех районов Брестской области. Заботы о ярком лете для сотрудников Пинского районного ЖКХ начались еще зимой. Идея обыграть в цветочном СРТ герб столицы областных Дожинок была коллективной. Эскизом занимались все, от инженера до экономиста. Процесс весьма трудоемкий. Немало времени потребовалось на поиск нужных растений. Заказ и дизайн главного символа композиции – волка. Получается, цветы мы некоторое количество закупали, что-то нам подарили, поскольку у нас нет своего зеленхоза. Волка тоже заказывали нам по нашему эскизу, сделали все наши мечты, воплотили в реальность. Полезны тем, что объединяют людей, коллег. Вот, например, как мы в этом году принимающая сторона, позволила вот эта вот вся организация познакомиться с ближайшими, так скажем, и не только коллегами. И поделиться опытом. То есть нам есть чему поучиться, как мы молодые. Вот, приезжают люди более опытные, поэтому что-то подсказывают. Убранство по статусу. Тысячи цветов теперь украшают праздничный фестивальный логишин. В композиции добавили дизайнерские новинки, оригинальные материалы. И не только. К примеру, ландшафтные архитекторы из Пинска старались удивить жителей и гостей поселка городского типа аксессуарами из мрамора. Альтернантера и бегонии – 1500 единиц растений. Их закупили, к слову, в фермерском хозяйстве к ветке Полесья. Композиция, когда ставлено городом Пинском для логишин, составлена из многолетних цветов. Основная изюминка лошадной композиции города Пинска в логишине – из природного камня, стекло. Называется «Эрклёс». Габион, надпись «Логишин», изготовлена жреу города Пинска. Добавлена цветами многолетними, однолетними. Изобретательность участников оценила компетентная жюри. Здесь любят нестандартные решения. Зеленостроителям принципиально важно сделать цветочные композиции эксклюзивными, такими, которые не увидишь в интернете. Очень приятно, что каждый год единственная область, Табрестская, участвуют все районы. Это сложно, понимаете, композиции такие создать, это требует финансовых затрат. Тем более в конце лета, в начале осени, когда проводятся дожинки, цветы являются дефицитом, и погода не позволяет высаживать эти растения. Но как-то стараемся. Такое цветочное ассорти будет радовать глаз и жителей «Логишина». Поселок городского типа расцвел всеми красками. За свои труды и старания все участники конкурса получили грамоты. Ценными призами и подарками областной жюри отметила победителей. Тройки лидеров – команды Брестского, Ляховического, Кобринского и Пружанского ЖКХ. Зеленостроители из Пинска заняли первое место.